Волосы подарит вам мегафон. Немного задолбала, это просто реклама, она везде. Привет, мобильные геймеры, с вами Фликер, ну а я завершаю события испытательный полигон на Хонда Civic Type R и сейчас у меня осталось одно задание, последняя трасса, но не хватает PR. Необходимый RP у меня должен быть 618, сейчас у меня 616, по сути, всего лишь 2 каких-то балла не хватает. Итак, где мы будем эти баллы находить? Значит, магазин профи есть, тут ничего не надо, заходим сюда, есть раздел запчасти, и так, с помощью продажи ликвидирую ненужную деталь и сейчас мы посмотрим, что вообще можно сделать. Конечно, было бы круто вот так вот, в первую очередь, произвести, и 617, к сожалению. Ладно. Давайте я вам покажу самую сложную гонку, если она в повторе есть сейчас. По-моему, вот этот вот Мегамикс был. Так, а нет. Он у меня, к сожалению, закончил. По-моему, вот это было задание. Короче, испытательный полигон был сложный. Здесь есть такие трассы, где вам нужно вот все трамплины поймать и все зоны нитро. Там вообще жесть. Ну давайте вот хотя бы здесь попробуем прокатиться. Хотя можно было бы и другую трассу выбрать. Ну ладно, я думаю, сейчас просто накоплю нужное количество кредитов и прикуплю необходимую деталь в магазине события. Что хочу сказать по этому событию? Оно реально было сложным. Не знаю, кому как. Кто-то, может, меньше трудностей в этом испытании для себя нашел. Но три задания, а точнее три трека было реально сложно пройти. Потому что пропустишь один трамплин, все, ты необходимое количество воздуха не накопишь просто. Плюс пропустишь какую-нибудь зону нитро, тоже у тебя задание будет не выполнено. И вот такого вот было очень много. Ладно, две тысячи с лишним мы набрали. Итак, надеюсь, четыре тысячи мне сейчас попадет. В середочку выбираем, и мне попались протекторы. Не совсем они мне нужны. К сожалению, все билеты у меня закончились, но у нас тут осталось буквально минуту до следующего билета. Поэтому, пожалуй, перейдем в соперники в Блэк Ридже и прокатимся здесь одну гоночку. Вот, на поганочке. Тысячу лет не гонял. Как раз, наверное, чуть меньше минуты потрачу, вернусь обратно в событие, и у меня появится там как раз билет. Давайте против Поршика. Я думаю, что без проблем уделаю его. К тому же у меня гиперкар. Ну, по крайней мере, поганка это здесь гиперкаром считается. Так. Ни одного, к сожалению, у меня номерного знака нету. Из-за соперников в андеграунде. Промазала Эйми. Все, сейчас мы приедем. Точила, конечно, шикарная. Мне еще чуть-чуть осталось. Я, в принципе, ее тоже могу до деталей Black Edition докачать. Буквально 20, по-моему, чертежей. До 8 звезд осталось ей. И можно будет тоже ее... Ну, 393, конечно, туда. Точила у меня помощнее будет. Да, кстати, можно же на Ниссане еще прокатиться. Но я боюсь, я здесь продую, потому что соперники уже тяжелые. Так, думаю, что у нас как раз билет появился. Он появился. И мы сейчас можем что-нибудь выбрать. Давайте раздел запчасти. Так, не труха. Но мне, по сути, вот куда угодно можно, наверное. Давайте вот здесь нитро выберем. Микс. Отправимся сюда. Итак, что тут у нас по заданиям? Посмотрим. Не успел я прочитать. Итак, значит, время в воздухе и зоны нитро. Давайте попробуем набрать. Два уже. Сейчас здесь вот будут у нас... Вот, главное, зоны нитро поймать. Здесь сейчас вот сдвоенные зоны нитро будут. Вот так вот, хоп. Две сразу поймали. Еще раз, хоп. Тоже, по-моему, две попалось. Вау. Все, одна зона нитро осталась. И главное, не пропустить трамплинчик. Отлично, все. Все задания выполнены. Осталось только доехать до конца. Ну, это не такая сложная трасса. Здесь проще выполнить все эти необходимые квесты. Так скажем. Отлично, все выполнено. Результат, зачет. Блин, вот. Попадись мне, пожалуйста, кредиты. Отлично. Сейчас мы зайдем в магазин. Попробуем что-нибудь здесь. Во. Можно вот так вот сделать. Заходим в гараж. Улучшайзер. 618. Так. А вот смогу ли я... Блин, нет, к сожалению. Что же мне делать, а? Так. Ну, у меня, по сути, все детали сейчас редкие. Тачила относится у нас к уличным. Блин, не хочется мне тратить, конечно, золото из-за одного билета. Но давать придется потратить. Хочу все-таки завершить это событие. Тачку заполучить в свою коллекцию. Ну, а пятую звезду я, думаю, по мере возможности заполучу. Кстати, не факт, что я сейчас с первого раза прогоню вот эту гонку. Это у нас не аэропорт. Это Ред Крест. Окей, ладно. И я здесь гоню, кстати, один. То есть противников у нас нету. Мешать, наверное, может быть, будет только трафик. Давайте посмотрим. Так, надо будет. Секунда есть уже в полете. Так, вот один трамплин я пропустил. Ладно, другое взяли. Пока, я думаю, надо набирать время в воздухе. Вот на этих поворотах можно как раз зоны нитро подхватить. Отлично. Вот у нас трамплинчик идет. Здесь снова зоны нитро можно взять. Где трамплин? Трамплин! Так, понятно. Трамплинов не будет. Зона нитро. Опа! Ах, трамплин пропустил вот один. Ну, ладно. Не сдаемся. Где-то здесь должен быть еще 60% трека уже пройдено. Осталось, по сути, мне время в воздухе только набрать. Так. О! Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Еще один трамплинчик остался у меня. Будет он где-нибудь, а? А, уже конец. И трамплин. Ну, последняя гонка оказалась достаточно простой. Вот до этого были гоночки. Пропустишь один трамплин или одну зону нитро, все, ты не прошел. Ну, эта гонка оказалась достаточно легкой. Кому как данное событие, кто прошел, кто не прошел, отписывайте в комментах. Будет интересно почитать, у кого какие успехи. Ну, сейчас, конечно, немножко у меня золото вернулось. Но потратил я на это событие где-то 500 золота. Дело в том, что хотел побыстрее сделать на него видос и заняться уже там PUBG, ждет Fortnite и многие другие игры. Впечатляет, говорит Айви. Благодаря тебе из Black Ridge мне поступило множество заказов на Civic'е. Как и обещано, машина твоя. Удачи, увидимся на следующем испытательном полигоне. То есть он будет. Конечно, ждем Ширончик. Он вроде как в файлах есть, посмотрим. Что будет? Сто, двадцать. Десять. Ну и, конечно, все вот эти детали. Красота. С шестое по тринадцатое июня данное событие у меня было. Сейчас кто-то проходит, скорее всего, повторное событие на Hennessey, Venom GT. У меня, к сожалению, его нет, потому что я его прошел, тачку заполучил. Что ж, отправимся в моносерию. Есть у нас тут вот задворки. Глава вторая у меня началась. Можно прокатиться здесь. До трех звезд я уже прокачал свой Nissan Fairlady 240ZG. Но, к сожалению, у нее пока недоступен кузов широкий. Со временем, думаю, доберусь до него. Выполняю все задания в соперниках в андеграунде. Я, кстати, блин, что заметил в каком-то прошлом, по-моему, видео. Слишком часто говорил соперники в Блэк Ридже. А соперники в Блэк Ридже давно уже закончились. Сейчас у нас соперники в андеграунде. Кто, кстати, недавно только скачал игру, вы можете найти в плейлисте по Need for Speed No Limits, как вообще игра выглядела раньше. Напомню, что в игру я задрочу. По-другому это не назовешь просто. С 2015 года был момент, когда я его удалял нафиг. Но потом вернулся и как раз вот начал, по-моему, свой канал вести. Так. Не for Speed. 3,5 тысячи долларов. Блин, так много. Жесть. Че, еще одну гоночку или ну нафиг? 20 золотых нас ждет. Давайте отправимся в гараж. Выберем уличные. Она, смотрите, прям в топе почти находится. Хотя Бэха 728. Пиар имеет. А есть что-то еще тут. Планирую я все-таки, наверное, сделать видео по топу тачек для прохождения карьеры. Компании, точнее. Итак, немножко поднялся у нас уровень механика. Это замечательно. Так, здесь мы можем кучу вообще всяких деталей поставить. Ну и сейчас где-то, наверное, через, не знаю, недельки-две будет какая-то инфа в Твиттере об обновлении. Что добавят? Ну, конечно, надеюсь на Ширончик. Может быть, будет событие. Короче, не хватает ни некоторых деталей. Сейчас поставим то, что имеется. Отлично. 641. Неплохо, кстати, качается. У уличных тачек максимально редкие детали только ставятся. То есть, типических нет. Но их надо будет еще докачивать до 5 звезд. Черный рынок ячейка. Давайте зайдем сюда. Ага. Сменить предмет. Мы можем, конечно, использовать золото, чтобы сменить и потом приобрести нужное количество. Либо просто отправиться в компанию и там где-нибудь поискать эту деталь. Во, у нас есть, кстати, еще задание здесь. Давай-ка попробуем пропустить. Я надеюсь, что она будет вот справа. Нет, не угадал. Так, давай-ка еще разочек. Во, здесь есть больше шанс. Вот, блин, ну... Надо было справа. Справа надо было выбирать. Ну, еще разочек давайте попробуем. Надеюсь, она в середочке. Отлично. 18 чертежей осталось. Также эти чертежи имеются в разборке. То есть, мы можем зайти в разборку и здесь приобрести залом. Залом. Так. Гиперкары. Вот она. 234 один чертеж стоит. Но я не рекомендую здесь покупать. Лучше потихонечку, каждый день, благодаря пропускам, проходить задания в компании и получать там хотя бы один-два чертежа в день. Что ж, зайдем в магазин тюнинга. Посмотрим на винилы, какие у него есть и вообще, что с точилой можно сделать. А с точилой практически ничего нельзя сделать. Тут обычные у него колесики. Ну-ка. Вот это, кстати, ничего так смотрится. Кстати, неплохо так, нормально доступно. Так, что у тебя здесь? Номерной знак. И все? Ну, что-то как-то слабо. Давайте посмотрим на расцветки. Что можно из них поменять? Тут, конечно же, у нас есть Стив Аоки. Так, глянем. Такие, такие. У кого-то, кстати, глюк с вот этими раскрасками. То есть ты в магазине тюнинга ее устанавливаешь, а в гонке гоняешь без винила. Очень странно. Осталась вот эта последняя. Ее, конечно, можно за золото открыть. Но не вижу смысла, потому что в миссии здесь вот чертежи Ниссан. И потом, скорее всего, будет как раз вот этот винил. Не буду его открывать. Для определенной тачки это вот здесь как раз у нас. Вот это, кстати, ничего так смотрится. Милитари практически. Вот это милитари идет. Каких только цветов нет. О, черно-белый такой, ничего так. Тоже нормальный. Вот тоже ничего смотрится. Зеленым, ну, так себе. Беленький. О, желтый, кстати. Ну, не желтый даже, а золотистый такой. Салатовый так себе. Не совсем идет. Все, на этом, да? Ну-ка, давайте мы поставим какой-нибудь. Не, некоторые цвета и вообще не идут с этим рисунком. Ну, так себе. Вот давайте такой. Диски, конечно же, мы тоже можем поменять. Вот, кстати, вот такой вот в тему будет. Корпус. А, мы можем, смотрите, потемнее даже. Так, хром у меня недоступен. Во, матовый. Еще прикольно смотрится. Как будто контрастность поднялась у тачки. Тонировочка. Думаю, что что-нибудь типа вот такого ей пойдет. Так, тормозные колодки. Тихо. Надо красные сделать. А, они так и так красные. Окей. Что тут у нас? Тонировка. Ну, все, в принципе, неплохой так цвет. Давайте еще одну гоночку на ней прокатимся. В моно-серии. И я думаю, на этом можно закругляться. Ссылку на твиттер разработчиков я оставлю под видео в описании. Так что можете пройти, посмотреть. Я именно там слежу за обновлениями. То есть, когда разработчики что-то выкатывают новое, они размещают там. В первую очередь, они выкладывают какой-то пост, где не совсем понятно, что за новая тачка будет в игре. А потом уже где-то за день, за два до выхода обновления, они прям спойлер выкатывают. Типа, вот такая-то тачка будет, ждите такое-то событие. Мы, короче, очень сильно старались, чтобы выкатить это обновление. Но на самом деле, все очень скучно. По-прежнему все так же скучно. Тачилы, конечно, очень симпатично. Вот на фоне этих гор смотрятся в этой расцветке. Классно, такая пустынная. Ну что ж, на этом я, пожалуй, закончу. С вами был по-прежнему Фликер. Всем спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на мой игровой канал, делитесь видео с друзьями и не забывайте оставлять комментарии. Всем пока!